Ну и все, и сейчас если не откроется, все пиздец, мы ее больше никогда не откроем Ну честно, блядь, просто мы ее больше никогда сейчас не откроем Я все включил Нет питания Как нет питания? Да ты что? Все хорошо Что-то сгорело? Вот вся проводка, которая видимо на заднюю часть автомобиля Да, очень похожа, очень похожа В принципе, все что нам нужно, есть здесь Поскольку это москвич, релюх нет, одни предохранители Ты когда-нибудь видел, чтобы ржавые гвозди заменяли предохранители? Можно это посмотреть? Пожалуйста, будьте любезны Просто ваше тело мешает немножко Да, пожалуйста Вот это вот замечательно, охренеть можно Ну четко, что могу сказать Все нормально Мне кажется, наши проблемы здесь Да Так, мужчины В общем, у нас ситуация До Нового года остается пару дней А подарки не все мы еще успели купить И чтобы сэкономить ваше время И в том числе деньги Я рекомендую вам воспользоваться сервисом Флау Вау Где огромное количество подарков, которые вы можете выбрать Это очень удобный сервис В котором вы легко купите новогодний подарок Флау Вау предлагает доступ к 5000 магазинов Расположенных в 950 городах страны От выбора глаза разбегаются Здесь есть и цветы, десерты, елки, украшения Различные композиции и многое другое Ваша семья далеко? Это не проблема Любой товар можно доставить через приложение Удобный сервис, отслеживание курьера Все как полагается И кстати, очень приятный бонус По промокоду Эксперт Будет действовать 10% скидка на все товары до конца января Поэтому, братцы, не теряйте времени Переходите по ссылкам в описании Экономьте деньги и покупайте подарки своим близким Вот Игорь Анатольевич, красавчик Уже и чахотку завел Сейчас прогреется, чувствую, поедем с комфортом Игорь Анатольевич, как ваше, ничего? Чего так долго? Ну, послушай, мы заезжали за теплыми вещами Ну, просто холодно же Да, я чувствую холодно, я как снеговик уже, блин Ну, что ты кипяточишь? А что не кипяточишь, блин, я тут хожу в вражу Благодарю, Тимур, только ты обо мне думаешь Здравствуй, друг мой Здорово, здорово Я тут хожу вокруг, она холодная внутри, блин Я вот завел, все, я колеса прикрепил Я все сделал Так, во-первых Тут негде, вот, все закрыто Послушайте, у нас новогодняя серия, на секундочку Понимаешь? А как год встретишь, так его и проведешь Поэтому давайте больше позитива, больше радости Я, конечно, все понимаю Сейчас мы согреемся Вот я когда согреюсь, во мне будет радость Во-первых, мы взяли бушлаты Во-вторых, поскольку серия новогодняя Как вы понимаете, определенного рода атрибутика должна присутствовать Ну, новогодняя, праздничная, чтобы дарить радость людям Смотри, какая классная штука Смотри, что это? Это потрясающая шапка Я это не одену А что за агрегат вообще? Это москвич Это Иш Иш, Иш, москвич 715, каблук Обрати внимание, как тихо мотор работает Ну, это фильтр нулевого сопротивления Ну, да, нулевого сопротивления Ну, да Что-то не в шапке нормально Правильно А в этой-то? Да А, ну, во-первых, я его забыл А во-вторых, сегодня уже... А, это же новогодняя серия Наверное, они уже готовы И прямо сейчас, по последней ссылке в описании На электронную почту нашего менеджера Можно купить такие фирменные шапки С логотипом, независимых сколько Такие, но другие? Такие же, но с логотипом Ну, да, но такие, но другие Ну, нет, они такие же, но с логотипом Нравится? Когда москвич такие машины выпускал, я не понимаю Послушай, а это доработанный Red One Есть определенный родные нюансы Мы тебя с собой взяли, потому что ты поедешь с сопроводом На всякий случай Поскольку все у нас, ну, не влезает И на всякий случай нужна резервная машина Вкратце расскажу, Тимур Дмитриевич Во-первых, у нас даже есть техосмотр Последний за 2003 год Пятый, там валяется А, там еще и пятый есть Это корни меняет все дело А, все, 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 все Даже есть за пятый год Второе, смотри, обрати внимание Вот это наш бензиновый бак Нет, это Citroen напоминает Не напоминай Citroen, он плохо кончил Сплю, нет Дальше, смотри Мы еще взяли две канистры В общей сложности здесь получается 25 литров То есть 25 литров нам от заправки до заправки хватит Больше, почему? Смотри, вот это 10, 5, 10 А, это 10, да? Ну да, 25 Четвертак, нам вполне хватит Да Ну, учитывая скорость Колеса это Леве Надо отвезти Учитывая скорость ее и потребление бензина, думаю, хватит Бензин кончился Пора менять канистру Она погасла Ну, я тебе говорю, что бензин кончился Менять канистру? Да Я, конечно, попробую завести, мало ли Не, ну не мог кончиться А, я мог обратную тягу закрыть Нет, нет, нет Ёпта А зачем ты? Все там есть Все, сейчас я Я подержу ваш кофы Я пойду, попробую запустить Он вредитель А ты бустер еще не отключил? Отключи, наконец Ты же мой герой Боже ж ты мой, Родкил Еще не учился, уже какие-то приключения Давай Руки хватает Простите, не всегда хватает рук Но что делать, печка еще мотает Давай, Редван Это А не могли бы мы подключить бустер? Блядь, сейчас Блядь, мы не доедем Все, все как обычно, 24 Нет, не надо здесь 24 Если он сейчас сломался Это кранты Бустер онлайн Так надо же Надо же клево подключить Бустер онлайн Все, все, все Ничего страшного Ты скажи когда Готов Сейчас, сейчас А ты бустер включил? Ну бывает Это москвич Надо выезжать Я думаю, что мы пока не будем бустер отключать Пока мы сейчас доберемся Сядем в машину Вот это отключим А то опять заглохнет Так, тасон Так, как не зашло А, где что нашел, Георгий Александрович А есть ключик? Ну-у-у А мы хотели их купить Надо клевом подтянуть На аккумуляторе Ну-у-у Игорь Анатольевич, это бесполезно Да? Ключик на 8, да, где-то есть Знаешь где? В вашем BMW лежит чудный набор инструментов Мой набор инструментов, конечно, в моем BMW инструментов А вот, когда сюда же смотри, полный комплект Очень хорошо Одна ручка не функционирует Вторая тоже Прекрасно Ну, может, здесь что-то мешает, но потом разберемся Да, да, да А сиденье закрепили? Конечно, нет Ну как красиво Так Что? Может, это тоже к Тимуру? Ну, у меня бустер будет стоять, достаточно будет Ну, хорошо Так Что у вас работает из приборов? Дальше что-то работает Температура Что это? Давление масла Зарядка Похожа на разрядку Отлично, пойдем! Все Катастрофа Катастрофа Господа От лица независимых экспертов Спешу вас поздравить всех с наступающим 2022 годом Я Что? Попросить там посетить Тимуру А, конечно Там ничего не видно Конечно, естественно Естественно Тимур Дмитриевич Как ваш ничего? А, хрен его знает Пока пеху и как есть Понял Я с ним, что нам пригодится И не раз Ну что ж, господа Славное приключение Только одно в голове Распустясь Распустясь Как патон Который лежит На плаче Зайше есть Як не втягать Что мы заглохли Даже машина не хочет, чтобы мы в таком виде ехали Я на улицу не пойду, как его видят Иди сам, не быстро У меня сейчас потрясение мозга будет Бам-бам-бам-бам А нихера сейчас сначала покрышли Потом в голове Ну, надо идти Подаем медведеву Ладно Слушай музыку и пошли на улицу У тебя уже перестало работать Китайская херня Мы заглохли Чё это вдруг? А чё тут у тебя рога какие-то латентные? А у самого ты? Я тебя ненавижу Это дичь на самом деле Ну, во всяком случае Мы привлекаем внимание Народ радуется Я попробую запустить Когда-нибудь мы уедем обязательно Какой аккумулятор? У нас есть бузь, Сергей Анатольевич Зачем вам аккумулятор? Ну ты что, у нас бюджет Наша задача продать её за 300 тысяч рублей Включайте Я готов Давайте, старт инжен Ты не включил Там надо 12 вольт поставить Сзади, сзади Взял, включай 12 вольт Длинно Все, едем Ну что ж Начинается достаточно дальнее путешествие Игорь Анатольевич Ага А у нас Наташка по имени Черепашка Или Черепашка по имени Наташка Нормально У тебя новогоднее настроение? Очень Ну и хорошо Естественно, чтобы дома спать Хорошо, что у нас хотя бы колеса зимние Если они были бы летние Глава полная жопа Вообще Полная О, ехали бы боком Блин, где глава свалит Вот так боком ездил Ух, какая она мощная Красная 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 Что красная Желтая Да, сейчас все будет четким Главное не заглохнет Блин, маску мелкого Зачем? Вот так она заглохнет, как сейчас Глохнет Она глохнет Пока не глохнет Пока не глохнет Сейчас она еще поднагреется И перестанет глохнуть Ну как-то она не перестанет Пока Нормально все Ну ладно Какой кошмар Во что я писал Вообще в случае люди обращают нас внимание Ну, красавчик Ну Завтра во всех инстаграмах страны Идиоты на ямодилцы Блин, холодно на днах на улице Конечно Холодает Продъек сам В краинę запомнения В голове мысли мам Кида Скочится Тен стан И ты Уч не буду сам Бо въеде бялый вендор Я пьердоле Але мам взjazд Ни хвита гвязд Як хлота Леже Не веже Что си дейе Як кура З голоду беје Як в коћах До ксенжица В голове джиуры Як улита През Твою хатом Розпушцам се Як батон Ктуре Леже На блаче Реже Єжче ест Як не вчођа Че Браче Курва Римі Криви В голове бурдел Як в Тиви Мне не дживи Такий стан Браћ тавару В мыслях чмам Раде дам Албо не дам Всестко Курва С хатыш Предам В суме Мам Уж прежебане Всестко Йднак Йсс Презанне Я пьердоле Саме дуги Кино Як у табалуги Ты Брюки Тенцваны Бля Почему так холодно Берем не сам Потому что Задувать начинает Игорь Анатольевич Максимально Начинает Задувать У тебя перчаточки А у меня нет перчаточки У меня перчаточки Солбур А я брища берем Греюсь как Так Куда 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 Все Я остановился Вот перешел К балу Чет Я пошел Я плачу Куда Че ты здесь плати Здесь надо билет брать Здесь надо ничем платить Ты сам Или я Нет Держи газ Не дай богу Догло Я пошел Телефоны Простите за мой Английский Открылся У тебя варенька Варенька Упал куда Посмотри Нашел Курс На Москву Мощная Заверь машина Твою Сберите Почему так холодно Мне кажется У нас опять ушла вода И там просто Тупо Воздух Слушай мы можем Сейчас короче На АЗС Остановимся Надо заправиться И проверим радиаторы Если что Антифриз Задольем И как бы еще купим Аккуратно здесь Въезд Аккуратно здесь Вторую Вторую Я вижу Да что ты начинаешь Под руку говорить Ты на третьей ехал Сейчас заглохли бы Да не заглохли бы Да не заглохли бы Сюда налево Сюда налево Ударился Я головой ударился Аккуратно Аккуратно Я наклонюсь Вперед Опять рогами ударился Короче Я предлагаю Сейчас все таки Заправиться Проверить тасол Проверить тасол У нас бакс Справа Да Так сюда Сюда Да я вижу Да и надо Настить зеркало Настрой Потому что Ни хрена в него Тебе не видно Мы вообще не будем Нет конечно Ты какой Фары Выключи на всякий Пожарный Чтобы экономить Электричество Давай соточку Да Соточку Ну кто В эту машину Будет лить Сотый бензин У него пальчики Звенят На третьей передаче Мне кажется Там Мне просто надо рассказать Ну какой сотый Ну что ты Ну пожалуйста Не надо 95 Повесьте пожалуйста Вот Да нет Вот Да нет Вот 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 Это 95 Ну давай Вот это 95 Ну я Ты знаешь Это 95 Там Две Мотор Да Хорошо Пожалуйста Две канистры Сначала Не на Сейчас доглохнет В основной Бак А блин Точно Ёх макарёк А как тогда Лей сюда И сюда Я пошёл Платить А я перекинул Сюда потом Да Ты лучший А может Открутим Помочь Господи Давай конечно Давай пожалуйста Сейчас Сейчас мы Открутим Там Какой бензин Какой Там какой должен быть Какой бензин там был Какой был Я не помню Потому что солярка была Не Бензин Я заправился Ты красавчик Пошли платить Мне кажется Мы смотримся Максимально странно Да Не Новый год Нормально Ну наверное Какие колонки то Пятая И третья Передами Дверь закрывается Ну там Щеркну задувает На самом деле Так Неблохо С наступающим С наступающим Милая девушка Третья И пятая Пожалуйста Да И кофейку бы ещё Можно я погреться Можно я погреться Ты что Мерка что ли Блин Какой он горячий мужчина Так он в Бурятии Ты номера я увидел Мы судя по всему Последние Последние пары выпускаем Ну что В Москву В Москву Ну посмотрел О Прекрасно Ну главное Мы заправились А кофе мы не будем пить Может вы поделитесь уже Со своими партнерами По опасному бизнесу Сосисками Он не будет сосиски бать А вы покушаете Сейчас он подлиннее Спасибо Нет Ну не сейчас Господа Я тут подумал С такой нашей крейсерской скоростью Нам потребуется Часов 12 Чтобы добраться до Москвы Александр, знаешь, какая мысль? Угу А у нас же нету воронки У тебя есть воронка в машине? Нет воронки А как мы канистры будем приливать В одну и другую? У нас купить воронку Угу Есть ещё одна мысль Да, такая Мы так и не проверили антифриз Угу А там вода или антифриз у вас опять? Антифриз, ты что, с ума сошёл? Конечно, антифриз На воде В смысле с ума сошёл? На воде Ты что? Все, что покупаете у вас Все на воде У нас нет, не все на воде У нас только кашка на воде По утрам Остальное все на антифризе Он работает, да? Да, да, да Смотри, как хорошо дымит Не нравится, что стёкла запотевает Конечно Ничего страшного, можно ещё раз Холодный воздух ирач Да Антифриз кончается Зато у вас тёплые, глотные полушубки Хочешь, поменяемся? С чем? На ней поешь, а мы на боевых Классная тачка Полушубки? Все, все обращают внимание Включ-включ, да? Мы тебе множество полушубков дадим Да, два сразу Ладно, сейчас поедим сосиски И пойдем посмотрим, что с антифризом дольём А кофе? Да поедем Кофе там наливается Кому? Всем У нищих слуг нет А воронок нету, да? Масло есть? А, вон воронка Всё, бери Десять рублей Десять рублей, сколько удовольствия? Ну, она супер Ну, отлично Каким фильтром? С сетчатым Господа, я предлагаю разделить бренды Симур Дмитриевич Да Не могли бы вы приобрести воронку? А мы пойдем посмотрим, пока у нас мотор не стуканул От наличия, отсутствия антифриза Ну, всё, он минус 12, не закипел и не заклинился Ну, да, хорошая идея Ну, так, я понимаю, конечно, что это Новогодний роткил И надо верить в чудеса Ну, чё, вот тогда надо кутить Ну, так у нас Уже надоела эта грёбаная музыка Идиотская Страдайте, нам я напялил эту стрень Ай, горячая Аккуратно Я очень аккуратно Мы кипим Я? Мы кипим Я? Кипим? Кипим Вообще Вообще Нормальный бы человек сделал что? Заглушил тачку И подождал бы, пока остынет А дальше что? Далил бы антифриза Но Мы сейчас поедем Она остынет И дольём Да? Да Я думаю, неправильно Заглуш Глуши Глуши Ставим глостик его езда Гибким носиком Прекрасно Ты торопишься? Куда? Согласен Мы будем ехать ещё, не знаю Три тысячи лет Есть хорошие, но есть плохие Давай из хороших У тебя шапка работает Это хорошо Плохая, мы кипим Ты купил длинненькую Хобот в комплекте Хобот в комплекте Он откручивается и прикручивается А, где он Александр? Да, мой друг Этот хобот можно приблизить на эту А, нельзя Другая там А что кипим? Патрубок, что-то открывай Тащай антифриз Горячий Горячий? Горячий Не, нормально Ладно, всё, с Богом поехали Хулиган Закрывай, закрывай Зачем? Сейчас нормально будет Сейчас антифриз дольёт, и будет всё хорошо Да Я всё-таки предлагаю ещё купить Да, на всякий случай Да Я пошёл за антифризом Ты лучший Дорогой, не бери Дорогой, не в оплатку долгу Ну, ты дорогой, но антифриз дорогой не бери Я понял Богатый русский язык, смотри, как можно Дорогой Тимур, не бери дорогой Дорогой Тимур, не бери дорогой Не бери дорогой, дорогой антифриз Да Даже не дымит Всё нормально Нема? Ни научно-исследовательский институт химических удобрений и ядохимикатов Ни ИУЯ Нет, да Ну, причём самое интересное, под тачкой-то нету ничего Вот вперёд надо что-то сливать, видишь? Нет, вперёд где-то сейчас, когда мы открыли Не-не-не, там с хобота пекло вот этого Когда накипело, вот с этого хобота А, да? Он как раз и да уходит Сука Короче, нам нельзя стоять Нам нельзя... Нам нельзя... Да Хочу домой Я думаю, сейчас туда много влезет Ну, если нам надо доливать так часто Но в основном, скорее всего, мы стояли купили А? Ты лучше Зелёненький взял? Зелёненький Конечно Зелёненький Любимый и благородный Новогодний цвет ёлочки Зелёнкий то был Обещал вернуться. Хорошо, что мы не поехали. Дуракам везет. Так что, я открываю еще? Да, открывай, открывай, да. Сейчас надо доливать еще. Топ, 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 топ. Сколько вошло? Сколько вошло все наше. Слушай, ну там сколько было? Ну нормально, нормально, нормально. Короче, баклажку. Все, да. Нормально покупаем. Перебор. Да, все, братцы, грузимся. Можно купать. Не, не, 12 вольт. Да. Пробуем. Какая она мощная. Сразу печечку. Фарки. Ну что, в путь? Да, все, выделяемся. По коням. По лошадям. Нет, 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 нет. Заклохло. А я предлагал купить аккумулятор. Чего ты говоришь? А я, блядь, предлагал купить аккумулятор. Так зачем? Она глохнет. Зачем она глохнет? Зачем она глохнет? Пока едем, она не глохнет. Какая нехорошая машина? Да глохнет. Чехотка. Чего наглохнет на туре? Бензин все твой неправильный. Все? Не надо 24. Все, грузимся, братцы. Я держу, я все, держу. Все. Гвинтолич. Я хотел ноги отряхивать. Не надо ноги отряхивать. Да не поможет. Твою мать, Господи, как сюда тяжело завязать. Все, трогай сейчас. Нормально, осталось... Ох, ерня, с кофейками. Нет. Меньше? Да, я думаю, что да. Я постараюсь не заглохнуть, все хорошо. Все, свет включится? Нет, да. Верене, 9 утра. Подоехали до еды. Я сейчас сдохну. Да ладно. Нет, на самом деле, управление этой чахоткой, это такое себе удовольствие. Если по городу это кажется еще достаточно весело. Да. Ну, по трассе вообще ни разу не весело. Прям как-то. Да, извините, чтобы не так глохло. Что такое? У вас бустер есть. Ничто. Я уже устал, вытаскиваете. Ничего страшного. Медведев. Выглядит его хорошо, он на машинке хороший. А фарки вы выключите? Пожалуйста. Да, молодец. Можно и шапочку не снимать? Это отражает мой яркий внутренний мир. Тимур Дмитриевич, как ты? Я уже подустал малость. Что? Мы не слишком медленно ездим. Послушай, мы едем как можем. У нас крейсерская скорость 50 км в час. Нам кажется, что мы быстро едем. Там было 55, примерно 56 в каких-то участках у вас. Но при этом у вас немножко все-таки подтаскиваем чуть-чуть. Блядь, естественно. Ты видишь, что происходит на дороге? Зима. А там еще ехать. Ты видишь вот этот самовар? Да, конечно, я вижу. Я за ним, я вот так вот все время на него смотрю. Он мне достал. А что, тебе не нравится? Красивые, фонарики красивые. Все хорошо. А мы еще ехать 270 км. Это ерунда. Ой, у меня все затекло. За Москвы нам 270 км. Как вам там удобно? У меня что-то все подзатекло. Это туда не влезет. В смысле не влезет? Давайте туда бросим, вот как я бы так же сделал. Изволите. Можно вот так, я сделаю? Пойдемте есть. Посмотрите, как я делаю с этой шапкой. Вот так, вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. Новый год. Закончился. Варвары. Пойдемте есть. Да. Ты знаешь, я передумал. Мне кажется, это замечательный автомобиль. Слушай, оставите себе? Уникальный. Нет, я не хочу оставить его себе. Я к тому, что управление этой тачкой прям доставляет настоящее удовольствие. Хочешь порулить? Я не могу у тебя лишить этого удовольствия. Посмотрите, мы в глаза. Мы едем 9 часов со скоростью 50 км в час. Ее швыряет по дороге. 60, 55. Я не хочу проводить аналогов, как ее швырять. Какой 65? Это по ощущениям 120. По ощущениям там вообще... Отлично. Ну, сейчас уже расцвело хрен с ним. Да. И, кстати, вот обратите внимание, вот дизель с высоким КПД, да? Весь в снегу. И наша, смотри, капот как оттаивает. Она еще в Питере у меня снегом как покрылась, так и не тает. Видишь, как? Ну, а странно, смотри, только с одной стороны горячая. А с другой стороны... Там коллектор. Там коллектор. Ты где? С какой стороны? А я не знаю. С правой. Кто у нас специалист по москвичам? Игорь Анатолий, что ты начинаешь? А, с правой, да. Ну, с правой все туда. А еще там расширительный бачок открыт. Вот в открытом виде. С радиатора. Так что он туда может... Не-не-не, мы расширительный бачок направили в фару. Чтобы, если что, он сбрасывал, он не тек на катушку зажигания. Кстати, надо проверить уровень утифриз. Надо, кстати. Да, да, да. Так давайте сейчас пока ждем пельмешки. Не-не-не-не. Можно я покушаю? Я думал, приятного аппетита. Я думал, мой фокус сюда... Хлеб же, пожалуйста, подпишите. Спасибо, господа. А мы ждем пельмешки. Хочешь порулить? Что, совсем так плохо все? Судя по твоим глазам, ты уже получил истинное эстетическое удовольствие. Я больше не хочу сказать. Судя по моим глазам, я уже кончил. И не раз. И не раз. И не раз. Больше и не могу. Ну, немножко осталось еще. 270. Ну да, ты герой. Ты проехал 2-3, получается, да? Да, ну не 2-3. Мы по Тварию. Мы по Тварию проехали до 500. Чуть больше половины, короче говоря. Проехал почти 230. Ну смотри, вот линия, видишь? Шик. Чуть больше половины. Ну что? Поехали? Не, ну давайте проверим уровень технических жидкостей. Тем более, надо дозаправиться. Мы этого не делали уже 100 километров. Поэтому там, скорее всего, уже на последнем издыхании. Не, не, не. Вот в этом автомобиле лежит воронка. Так. У тебя ручки здесь нету, понимаешь? Клопочку нажать надо. Ни одна утка не пострадала. Клопочку сверху нажимай вниз. Нет, нет, вот вниз, да. Тут же все просто. Это же замечательная отечественная техника. Здесь все функционирует очень даже хорошо. Даже масло не сожрало. Все отлично. Так. Это хорошо. Я подержу тебе. Господи. Ну все. Антифриз есть. Отлично. Игорь Анатольевич. Ну что ж. Я буду рад передать вам бразды правления этим замечательным автомобилем. Плеснем бензина. Антифриз есть. Масло есть. Все есть. Провод неизвестного назначения тоже присутствует и пока функционирует. Аккумулятор. Все. Хороший бустер. Поехали. Может подсос? Она не могла сломаться так быстро. Блин. Так не нравится. Она явно не хочет, чтобы я на ней ехал. Нет, нет, нет. Она очень хочет. Хочешь я ее заведу? Нет, не надо. Не забуду им учить. Вот все. Газульки. Никаких трудностей. Так. Ну что, выезжаем. Нам осталось 300 километров. Я надеюсь, ничего не произойдет. Антифриз больше не уходит. Видимо, в натуре была пробка вот эта ледышковая в двигателе. И она рассосалась. Поэтому сейчас все более или менее хорошо. Так, нам надо будет еще одна дозаправка. Короче, посмотрим. О результатах сообщим. Я Диарконик почему-то в перчатках ехал. Деду, невозможно не держаться головой. Конечно, невозможно. Потому что ему примерзаешь. Он железный. Особенно если еще снег смахиваешь, то реально к нему примерзаешь. Как тебе обзорность? Обзорность очень косметальная. Ничего не видно, да? Нет, зеркало по улице идет. Ого, отличное зеркало. В Москву? Вот так и едем. Черепашка. Нет, 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 только не заглопни. Черепашка по имени Наташка. Какой-то суперский автомобиль. Я искренне. Сочувствуюсь, что буду снимать. Только одно в голове мам. Коксу 5 грам. О, дедец сам. В краинэ запомнения. В голове мысли мам. Когда закончится этот стан. Ты уже не буду сам. Бо въеде бялы вендор. Я пьердоле, але мам взjazд. Не хвита гвязд, как хлота леже. Не верзе, что си деје. Как гура с голоду пьеје. Как в коћах до крыжензица. В голове джиуры, как улица. Мам ше твоў хатом. Розпушчам ше, как патом. Не даже не верзе. Игорь Анатольевич, ну ты как? Замечательно, спасибо, хоть шапки сняли. С оленями? Ага, с оленями. С оленями. Во всяком случае, вон заезд вот сюда, вот сюда, вот сюда, сюда, сюда. В общем, суть нашего марлезонского балета вообще. Вся секретность операции наконец-то выходит наружу. Если кто-то знает, куда мы приезжаем, куда мы приехали, то, в принципе, можно прямо сейчас написать комментарий. Чё ты щёточки-то не включаешь? Ну а чё они тут? Они же труд уже. Ну а на последнем издыхании труд не труд, но труд. Мне просто плохо. Короче, вибрации. Щас вот я бы на вашем месте поставил на паузу и написал, куда мы сейчас приехали. Главное для чего. Да нет, скиполь. Если всё слипнется, наши карманы к Новому Году пополнятся. Господа! Я вас приветствую! Он прекрасен. Я вот знал, что это вот то, что надо. Я доволен. Здравствуйте. Я просто искренне рад. Какие-то жалкие 300 тысяч рублей и забирайте. Ну посмотрите, что сейчас будет происходить. Мы ехали. Это были колоссальные нравственные страдания. Костя сказал, что машина идеально входит. Так и было. Так и было. Ну всё вообще просто. И она здесь. И она здесь, да. И обратите внимание, шипованные колеса. Как мотор работает. Часики. Мы ехали 80 километров в час. Ну отлично. Два раза. Такая же погода. Билка! 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 Куда её ставить, Лёх? Да здесь я сейчас поеду кататься. Ну ты что, я так её ждал же. Есть у меня подозрение, что они готовились к нашему приезду, да? Как всегда. Как всегда. Понятно, что готовились. И специально даже сюда вытащили его. А, да? Ну мы ещё о Кинишме не поговорили. Смотри, видишь? Град был, да. В Кирове был град. Она из Кирова? Наверное, крашеный капотный. Неплохо. Сколько денег? Я не скажу. Как всегда. Я её только что выложил в Инстаграм. А, она же старая. А, какой год-то? 78-й. 78-й? Пожалуйста, всё читаем. Неплохо. А номера старые? Нет, транзитики. А, да ладно. Важные. На транзитах? На идеальных документах? Да, на идеальных документах. Договоров с данными совсем на свете. Всё есть. Салон просто много ваших. Да? А форточки почему поменяли, как всегда? Юрку украл. Нормальная традиция. Юрку украл до шестёрки, да. Да, до шестёрки тоже. Да, да, да. То есть у вас есть такая тема. Форточки всюду менять. Да, вот транзиты. Зеркала. По-своему, эта машина у нас полтора года. Она просто стояла, мы что-то про неё забыли. Ключ комплекте. Короче, ретро-эм-база, как всегда. Ну, она тяжёлая держится. Что ты видишь? Тяжёлая держится. У машины-то? Ну, конечно. Ну, 78-м год. Ну, кроме всего, 78-м год. Ну, да. Ну, арки-то себя отмотит. Конечно. Да. Да. Я, на самом деле, когда-то такую очень хотел. А ещё знаешь, знаешь, что сделать? Такую отсылочку. Я, конечно, не сторонник тюнинга, но тем не менее. Задний фонарин на троечный поменять. Да. Сделать предсерийку, да? Ну. Ну, тут это слишком много натерло. Ну, что делать? Я вам рассказываю секреты независимых инспектов. Конечно. Так вот. Что, берём него, нет? А вот что, даете? Да. Просто так? Нет. Это снизу подсерим, да? Нет. Не совсем. Вот видите, Юрки нет. Лёш, смотри. Вообще, с наступающим. Да. Скорый Новый год. Так. Мы вам подарок, так сказать, привезли. Практически. Да. Практически задаром, я тебе хочу сказать. Ниже, чем 500 тысяч рублей, ты эти машины нигде не найдёшь. Такой. Она единственная в мире. Ещё после нашего тюнинга. Опять же. Фонари. Электрика работает вся. Печка греет. Дрифтит. Колёса зимние. Да. Боком выставляется, мама не горит. Две канистры в подарок. Да. Канистры, скорее, отдадите. Три бака в подарок, да. Ну, теперь уже можем отдать. Ну, красный, во всяком случае, точно. Я сейчас вот секрет открою всем зрителям. Давай. Открыть секрет. Конечно. Вот мне-то Георгий Саныч набирает по поводу вот этого чудесного... Даже не знаю, как назвать моего чудесного автомобиля. Я говорю, человек, не этого, тот, который серенький стоит. Серенький, да. Причём, говорит, моего... А деньги ещё не отдадут. Да, 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 денег-то где? Я же просил его купить. Ну, конечно. Я же позвонил друзьям в Питер, говорю, купите, пожалуйста. Каким? Независимый эксперт. А, я понял. Вот тут вот ночной звонок, да, я рассказал. А секрет-то где? Секрет. А мне Георгий Саныч говорит, ну, а что, Горя, скинешь ему делать? А он мне говорит, ты не до неё сейчас, есть другие дела у меня. Он оговорился явно, ты его не так понял. Это было ночью, я был не в себе. Это было ночью. Хорошо, прощай. Он озадачил меня, Игорь Анатольевич. Я всегда о ней думаю, как кинешь мы. Прекрасно, Юра на ней даже катался. Да? Прекрасно. Куда? Ну, тут, по территории. В магазин. Нет, нет. Он на территории в магазин. Поехал, чем на ней? Ой, да. Тормозов-то на ней нет? Тормозов-то не нет. Тормозов-то не наехал? Да, их просто надо ещё раз прокачать, понимаете? Да, там есть ручник. А мы, кстати, просили у вас делать задний контур. Если что, есть ручник. Да. Ну, так, все работает. С второго раза первый контур работает. Вы же где-то запрашивали, починили тормоза на ней? Ну, мы починили передний контур. Ну, там нужно же покачать, покачать, покачать. Да, то и три. Нет, ну, там два раза. Ну, сейчас уже три, всё вытекло. На сколько стоит? Там манжета, там уже... Ты на ней сегодня собираешь? Нет. Ну, конечно. Мы сейчас на ней поехали. Нет. Ты с тобой пучку уже забираешь? На красненькой лучше, чем на другой красненькой. Поэтому всё, к вашему приезду будет готово. А почему мы в ретро-релевом базе покупаем только красные машины? А, зелёная была. Зелёная была. И два раза красная. Такой авиа. Это чей? Чехословакия. Это передвижная телестанция в своё время. Гостелерадио. Да, Лёха рассказывал, они её купили. За недорого. Открой дверь. Я думал, это автодом какой-то? Не-не-не, это не автодом. Это реально гостелерадио. Смотри. Эта тачка реально стояла на службе телевидения. Офигеть. Представляешь? Она в Кабарде на Балкаре, помню. В Кабарде, да? Да. За что, ребёнок? Она потом попала. Алло. Кремль. Какой Кремль? Вот это видео выпускать нельзя. Кремль нельзя. Вот это видео, да? Вот тех... Нежелательные лица. На нашем телевидении. Константин, да? А в каких годах? Да, 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 да. Каких? Они выпускались где-то до конца 90-х, если не ошибаюсь. Да ты что, серьезно что ли? Представляешь? Обалдеть. А там смотри, он почти полотовка, будто всё живое даже. Да, да, да. Здесь просто видишь, оборудования не хватает кое-какого-то. Да, будто всё живое, да. Ну что-то размародёрствовали, но тем не менее. Отказ изоляции, зуммер. Классно, да? Ну прикольно. У нас можно стоять, да? Да. Классная тачка. И причём, смотри, хоп, сюда можно пройти. Ну туда не пройдёшь сильно? Ну как не пройдёшь, пройдёшь. Не пройдёшь. О, ни фига это что такое? А вот это, интересно, что такое? А, это ножки. Это чтобы что-то выставлять, это ноги. Да, это аппаратурное. Да, да, да. В смысле? Ну ты посмотри, тут всё устало. Так что тут устало? Здесь всё запылилось. А, да. Всего-то наше всего. Что устало? Всё нормально? Нормальная тачка? Нормальная тачка? Ничего не вижу. Будьте любезны. Вам интересно? Да, конечно. Пожалуйста. Я так думал, что здесь отнутушитель висел. Игорь Анатольевич. Да. Мы доехали. Да, я рад. Что мы делаем с Нивой? Вот, я хотел с тобой об этом поговорить. Значит, они нам сейчас намазывают Ниву. Что, тут уже сериала снимают? Да, подождите. Ну хочешь, заходи. 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 Совет Филях. Тактически. А мы, кстати, Филях и едем, да? Да. Мы Филях. Ну, советы. Ну, сейчас, посмотри, такое чувствую, что ретро-эмбаза нас ждала. Ну, они же не просто... Ну, нет. Но они ждали, да. То есть, соответственно, у нас была договоренность, что пригнать им вот эту чахотку. Я не знаю, зачем она нужна Лехе. Ну, так и иначе. Чтобы продать нам Ниву. Видимо, это тот самый... Маркетинговый ход. Чтобы продать нам Ниву. Поэтому, значит, сейчас есть ряд вопросов, которые надо решить. Первое. Будем ли брать Ниву? На НИИ обратно. Потом летние колеса. То есть, тебя тут вот эти колеса не смущали нисколько? Какие? Там шипы. Ну, а толку от них? Как толку от них? Как цепляется? А Нивовский зимний по снегу хорошо. По снегу хорошо. А на М-11 сейчас снег. Ну, да. И соль. И соль, да-да-да. И боль. И боль, и соль. Ну, короче, надо как-то... Пошли торговаться. Пошли. Документы смотреть. Торговаться. Постоянный клиент. Опять же жиж. Опять-таки, да. Опять жиж. Ну. Вашли. В крайнем случае, можем кинешь мы им оставить. Нет, ты что? Нет, ну, ты что? Кинешь мы будем останавливать в ноль. То есть, мы не будем с ней тюнингов делать. Нет, давайте кинешь мы не будем отдавать. Нет, мы не будем отдавать. И не будем с ней никаких тюнингов замутать. Ну, тормоза-то надо сделать. Ну, тормоза не должны сделать, конечно. А мы все-таки их попросим еще раз. Потому что я до Питера на ней не даю до 100%. Саныч, только ты ночью, пожалуйста, больше не говори, что ничего делать не надо. Кому? В смысле? Ну, опять Леша позвонит, скажет, что делать тормоза. А Саныч опять скажет, что не надо. Ну, Саныч просто больше не будет ночью отвечать на Лешу. Я просто теперь буду не брать телефон Уходим по одному Чтобы не запалиться Настойка календулы Переживаете? Такую машину покупают Ретро-рембазы Переживают Переживают пацаны за свое дело Вот видно же, волнуются Ну ладно Ты думаешь им хватит? Ну я думаю у них запасы есть Я думаю в том холодильнике еще есть Пару баночек Время отдать документы новому собственнику Ты думаешь это нужно? Конечно Несмотря на то, что они не имеют никакого смысла Кроме для того, чтобы хоть как-то доехать на удачу ПТС, СТС Автомобиль стоит на учете на ком-то В Московской области Я честно говоря даже Не смотрел Кого? Какой договор? Кроме для продажи, росписи владельца Конечно, конечно, конечно Все есть Все есть То есть на учет не поставить, да? На учет не поставить так же, как вот ту тройку рыжую, которую мы хотели купить Че, это уже все нормально Здесь тоже все может быть нормально Вернете обратно в заводское состояние? Да-да-да На дороге примут, напишут 1251 Надо будет просто вернуть заводское состояние и все Советский даже, да? Советский, да Недалеко В 89-й год Да В общем, цвет узаконен там, серый Да-да-да И там же двигатель узаконен, да? Да-да-да Да-да-да-да Что там по большому счету осталось-то ерунда Да, поэтому в принципе сюда можно доложить На самом деле это очень большая проблема Почему у нас нельзя это все Почему это где-то можно? В Намии можно В Намии, через Намии-то можно Ну, в той же Америке они лепят эти машины там любые и катаются Хотя, может, их там облить тоже, наверное Не, ну не-не-не, перестань Иди там, заглядались-то сурово по этому поводу По всего этому, как бы тюнингу Не-не-не-не, там нельзя изобрести такую херь Просто так В Германии там вообще что-то не так поставил, у тебя сразу ра-та-та-та-та А что там? Не, ну вообще те же, смотри, газманы, что они там лепят-то Ну и что? Это шоу-кары? Типа ездить нельзя по дороге? Ну а как ты на этой чахотке поедешь по дороге? Ты, во-первых, ты сам охренеешь Ехать Ехать Вот так, да, прокатись Прокатись, и ты поймешь, что ты не хочешь на ней в Намии Просто не хочешь Господа, продается чудесный автомобиль Только что с автопробега Питер-Москва Да, Москва-Питер ездит, значит, что в порядке Да нет, ну поставим, в конце концов, просто здесь Будем стоять на контейнерах Храни его, Господь Просто сделайте так, чтобы я больше его никогда не видел Да нет, ну он прекрасен Он, кстати, народ сможет проедить? Конечно, ну еще хорошо Конечно, знаешь, что делаю? Да Да, боёбы Короче, мне сказали, что без этого эта машина не работает Это очень важно Залезай Так, Игорь Анатольевич подключает Ну нормально Ну, колени руль цепляют? Нет, нормально Палка не упирается? Ну, чуть-чуть Ну, отлично А Жигурин скажешь, что коробка стоит? Да А, вообще круто Ну что, запускай Там включено? Да Нет, на вклю Во А там на 12 Во Хорошо, что деньги уже забрали Ну, это помесь москвича А ты не совсем еще раз А, педаль-то здесь Показуй, подсос, подсос выдерни Выдерни подсос, ну пусть погреется, она постояла уже Вот Вот так должно быть Теперь можешь ехать Блин, а как ехать? Тут не коробка, не руль, два варианта Мы пользовались всем Сначала коробка Блин, а я не могу У меня или рога, или... Удачи Газу побольше Медведев валим А я не могу Чего ты не можешь-то? Что ты не можешь? А я не могу первого открыть В смысле? Нажимаю сцепление, приезжая А я знаю, как на Жигулях А дальше нога у меня не дает нажать на газ Представляешь, как я ехал? Ну, что делать? А как ты ехал? Есть лайфхак То есть вот так вот, да? Ладно, поедешь со второй Давай Когда поедешь со второй Только газу, газу побольше Какая она мощная А они составляют? Да Мы же подрежем Ну, я уже подрежу Как красиво сзади смотрится А, колеса! Он сейчас уедет! Не, не, за колесами сейчас приедет Так он сейчас уедет Куда он сейчас уедет? Не знаю, машинку продаст Да не, 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 вряд ли Она на летние или на... Зима? Зима, конечно, на летние мы никогда бы не доехали Вот, кстати, нет ни колеса Все! Приехал! Нет, мы заменим аккумулятор На что? На новый Ага И... Охренительная машина Чего вы на нее? Рычаг надо просто подрезать Он не даром тут съемный такой был Прости, пожалуйста Да! Рычаг не даром здесь был съемный Ты сейчас можешь говорить Все, что угодно, это бесполезно Какой рычаг съемный? Ну, он же когда изначально видео Рычаг был коротенький А, да И с коротеньким это все будет удобно Конечно А я предлагаю тебе и загнуть его просто И все Ну, и не загнуть Под колено Да А так-то я вам не очень понравился Или на руль перенесли Я даже развернулся там вот так красиво Ну, молодец Господа, теперь вы будете это видеть машину На дорогах к Москве Ну, не часто, надеюсь Надеюсь, не часто Как-то не часто Летом каждый день Вот так же, как часто Только наоборот Летом каждый день Ну, довольны? Можно шапочку снимать? Нет Нет Мучайся Все хорошее когда-нибудь заканчивается А наши приключения продолжаются Итак, максимальная эпичная ситуация Поскольку Мы решили Ниву не брать Погода новогодние праздники Вот уже И сейчас лишние траты Что? Ни к чему Не с руки Не с руки Помимо прочего Нас кинули Где это был? Что это? Бургер Кинг? Да На Боппер И сейчас мы едем в Щелково Покупать москвич Очередной Очередной Москвич Ну, он Состояние коллекционное Реставрационное Реставрационное Документы в порядке Кабриолет Кабриолет Зимой Мне кажется, самое то И главное, он гораздо дешевле Чем Нива Вкусненько Ну, если бы нас не кинули Ни на апельсиновый сок Ни на еще один бургер Было бы вообще идеально Всегда берите в чек Вы будете ехать Мне вот такое интересно Че, че? Как накапливаете, вы будете ехать Аккуратно А ты поешь Ну Поешь? Скоро Новый год Надо же домой возвращаться Нам этого не простят Многие Тимур Дмитриевич Поедете на кабриолет Домой? Нет дела Спасибо, я на кабриолет Не хочу Ну, что, там подогрев есть Чего-нибудь Не-не-не-не Фары светят Фары горят Так работает Ну, рулевое управление Легкое Тормоза Направлю Лучшие Могланды Ваши впечатления Для вас Ну, короче Пшик Ну, неплохо Как тебе, Тимур Дмитриевич? Москвич Кабриолет Да, видишь, что это кабриолет Смотри, какой он классный То есть, это машина, да? Да, это автомобиль Можно вас попросить Ну, вытащить в Угурию Чтобы не поцарапать Подарок на Новый год Хоп Смотри, какой классный Так, а где тут что включается? Тут же свет должен быть О, смотри, фары горят Фары горят Забориты горят Влез тебе в багажник? Мы вот за этим ездили, да? Да, мы за этим ехали Полтора часа Нас кинули, пока мы ехали В Бургер Кинге Но это лучше, чем Нива А, дешевле Б, кабриолет С, не требуют регистрации в ГИБДД Е, это не категория Это отличный подарок Я в гараже ожидал видеть машину Ты посмотри, сколько здесь тачек Я бы сейчас на вашем месте Разобрал багажник Было бы хорошо А, кстати Братцы, а у меня вот такая вот в детстве была А это Нива Нива, да-да-да-да Нива, это прям вот закос под Америкоса Да-да-да-да Она прям такой, типа Кадиллак А это в работе сейчас Вот еще на Нива Она прикольная была тем, что у нее и капот, и багажник открывали И там был мотор еще Она прям такая продуманная Слушай, я бы на самом деле Это все не наши Наши придумали вот эти вот убогие квадратные москвичи Что у них что-то есть Это один-в-один копия с итальянской машины А это реставрация? А это Нива Это Нива, да-да-да Это реставрация? Нет, нет, это все, что тут стоит, это все под реставрацию Под реставрацию, да? Ну, я бы, пойдет в реставрацию А идиот, да Ну, то есть продавать будет Да А почем есть не секрет? Нива как-то москвич, полтинник Полтинник Ты хочешь сегодня Нива? А одна Нива? Ну, у меня была Нива Ну, ты хочешь Нива? В детстве Ну, да-да-да, Нива А еще Нива есть? Еще Нива? Ты тоже хочешь Ниву? А ну давай возьмем по Ниве По Ниве? А не москвич такой Такой москвич Вот такой? Ну, этот продан Не, ну, такой еще в работе Ну, он будет в работе Он есть сейчас в работе В такой Ниве В неспешной У меня много чего развязалось Через пару-трех месяцев У меня уже пупок развязался Пока мы сегодня по Москве ездим Вот эксклюзив Ракета желанная, но она уже все вкуплит в луку. Она очень уставшая. А что эксклюзивнее, ракета или трактор? Ну и то и то на самом деле, но больше за ракетами бегают. Но если трактор готовый, он сейчас порядка 150-170 стоит, то ракета в районе 300 это будет продаваться, то есть она сама по себе дороже. 300 тысяч ракета, 300 тысяч ракета. Ну чуть-чуть меньше. На самом деле много из Европы покупателей, вот даже Нева это делается под Европу. Они сейчас наоборот офигевают от того, насколько для них все дешево. Они пишут, сколько там, 700 евро. Фу, типа херня заказывает. Ну вы все поняли, да, братцы? Тимур Дмитриевич! Медведев! Ты уже разгружаешь? Да не, войдет. Должна. Не зайдет? Почему не зайдет? Зайдет. Аккуратно. А руль не снять? А руль не снять, да? Нет, через него проводки идут. А там то? А там... А нет, а там ничего, Медведев, там не зайдет. Слышишь, там ниши-то нету. Подожди, 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 подожди. А спину одну нельзя откинуть, чтобы... Аккуратно. Как ты это сделал? Я говорю, самое смешное, что большие машины они не входят обычно, а в Киарел входят. Я это сделал аккуратно, просто. Так, так. Все, теперь надо аккуратно, чтобы ничего не сломать. Пробно закрыть просто, да подожди. Давай, закрой. Ну закрой. Подальше. Не надо, все будет хорошо. Она на руль давит. Как открыть? Да что вы нервничаете? Она на руль давит. Она на руль инструментом давит. Она аккуратно, мягко давит. Она мягко давит. Вот сломается, потом будет мягко. Давайте туда подальше засунем. А вот туда не лезет в батюшке. Так, вот стекло. Короче, а, еще и стекло. Скотчем примотан. Я их не ставлю, никогда, потому что ломают при переложке. Может, тут руль открутить как-то нет? Кого? А сам руль откручивается? Через него проводка идет. Там кнопка, и через него идет проводка. А здесь биби-биби, да? Все, все, все. Он зашел, все, все. Да, руль, руль! Все зашло. Не, ну так вот надо. Ну, немножко вот смотри, Саныч. Он сломается. Он сломается, да? Он сломается, да? Конечно. Это на морозе сейчас нахрен сбежу. В жопу будет. Еще раз пробуем. Попытку номер два. Он закрывается. Ну, давай откроем, посмотрим. Вопросы? Давай откроем, посмотрим. Что рули есть, правда? Да, да. Ну, понятно, да, конечно. Теперь-то уже все. Сейчас запчасти дилерские пойду. Лед! Сейчас, отдавай с салона. Нам же еще в Питер сегодня ехать. Сейчас, подожди. Нет никаких вопросов. Все нормально. Все аккуратно. Все, все хорошо. Все хорошо. Давайте обложим ее. Обложим ее, да, мягкостью. Не матом. А ватой. Будет хорошо. Ну что ж, господа, всех с наступающим Новым Годом. Мы возвращаемся в Ленинград. Погода очень снежная. Наша крейсерская скорость сильно уменьшилась. Медведев спит. Мы, так сказать, не все олени. Потряси. Потряси. Короче, потихонечку тараканим. Что хочется пожелать в Новом Году? Россиянам. Россиянам. И жителям других дружественных государств. Да. Любите... Полицких. Подожди, подожди. У нас что-то с колесом? Нет, это просто... Ну, не будем думать, что все хорошо. Это боевая. Все время что-то выскакивает. Что-то бывает. Короче, да. Если тачку будете гнуть вправо-влево, остановимся. Будем смотреть, что случилось. Но ничего страшного. Берегите себя. Берегите близких. Берегите семью. Что еще, Игорь Анатольевич? Здоровья вам всем. Здоровья. Здоровья. И самое главное, физического здоровья и душевного здоровья. Потому что... Морального здоровья. Потому что посмотришь на некоторых наших граждан и понимаешь, что морального здоровья очень сильно не хватает. И главное, ребята, учитесь ценить юмор. Что-то камерка тресет. Ну, ничего страшного. Это же канал Независимый Эксперт. Все через одно место. В принципе, вроде бы и все. Да. Но есть еще один недосказанный момент. В прошлом видео я это уже говорил. Ну, Медведев совсем закопался. Появились наклейки Независимого Эксперта. Их много. Дело в том, что раньше мы распространяли эти наклейки совершенно бесплатно. Но, учитывая то, что многие наши зрители живут в разных городах нашей необъятной родине, просто нет возможности физически все это дело отправлять и вручить. Да. Поэтому мы выгрузили наклейки на Яндекс.Маркет. Наклейки стоят 50 рублей по себестоимости. Все остальное это отправка и комиссия Яндекс.Маркета. По ссылочке в описании вы можете приобрести себе наклеечку, наклеить на ваш любимый автомобиль за 250 рублей. И Яндекс.Маркет доставит вам эту штуку в течение достаточно короткого времени. Я искренне это надеюсь. Надеюсь, да. В принципе, все. А, и кстати, мы... У всех, у кого будут эти наклейки, либо старые, либо новые, среди наших зрителей, мы разыграем Ладу без надёгу в новом году. Когда именно хрен его знает, когда починим. А учитывая то, что мы на ней ехали буквально месяц и 200 километров, чинить будем долго. Приключения продолжаются. С наступающим Новым Годом. А чё ты такую шапку надел? Ну ты там всё так ехать, как ты. Нормально. Всех с новым наступающим. С 2022 годом. Охренеть, как быстро летит время. Да. Но тем не менее, мы едем. Радостные новости. Асгард Моторс решил к Новому Году привести нам надежду. Я не знаю почему, я говорил, что давайте мы приедем её заберёт. Они говорят, нет, мы пригоним вам её самостоятельно. Да, чтобы вы типа не запаривались. Это подарок. Угу. Я буду принимать у неё все сварные точки. По всей описи? Конечно. А ты чё? В принципе да, это наше нормальное состояние. Ждём. Худи, а? А? Команда Старперс. В деле. Да. Короче, Володь, сейчас быстро отдаём. И пока они не очухались, просто валим. Валим, валим отсюда и всё. Ключи, главное Доки отдать и всё. Или Доки машине оставим. Оставим машину. Ладно, я сразу в лавку. А вот и они. Ну ты посмотри как классно получилось. У-у-уу. А, Михалыч Надежда? Надежда. Нормальный японский стиль, да? Давай давай давай. Огонь, огонь. Здравствуйте с наступающим. Диман с наступающим. С наступающим. А заберем. Вину, вину, В趟. Ключи вам! Подождите, куда? Димон! Димон, стой. Димон, стой. Володя! Кажется, мы этой надеждой и в край заебали. Походу делал, да. Ну, во всяком случае, сейчас струха не сыпется. Что само по себе не может не радовать. Давайте проверим, как она... А где номер задний? А? Номер задний где? Спереди, может быть? Ну, сзади нет просто. О! О! Ну, собственно, ничего не изменилось. Наверное, масса? Давайте уже после Нового года. Я за. Нам ещё новогодние поздравления снимать. Ну да. Надежду-то мы не теряем. Нет. Вот она. Как живая. Я чувствую, следующий год пройдёт под грифом. Не потеряйте нашу техничку Надежду. Она в Литве паровоз. Это мне нравится. Что ты меня трогаешь за лицо? Лицо у тебя доброе. Всё, давайте сейчас затолкаем и снимем новогодние поздравления. Всё потом. Всё. Надежда у нас. Так хотелось на подъёмник заехать, но, видимо, не заедем. Потом. Ну, что я могу сказать. Какой был год, такая ёлочка. Для многих он был сложным. Посмотрите на Алексея Михайловича. Но с высоты вашего опыта, с высоты вашего полёта, скилла, а также новой фирменной одежды, я думаю, нам есть что сказать нашим очаровательным зрителям. Поэтому давайте, так или иначе, подведём итоги 2021 года. Что мы можем пожелать нашим очаровательным зрителям? Алексей Михайлович, по старшинству. Здоровья. Удачи. И чтоб всё плохое осталось в этом моменте. Илья Владимирович. Понимаешь, лучше не скажешь. Я бы другого и не сказал. Только две вещи. Здоровья и удачи. Алексей Сергеевич. Я желаю вам, дорогие друзья, сибирского здоровья, кавказского долголетия. А всё остальное придёт к вам, если вы этого захотите. Но если этих двух вещей у вас не будет, то ничего не получится. Поэтому здоровье – это самое главное. Так что, ребята, здоровья, кто заболел, выздоравливайте. Берегите себя, берегите близких. К нами, к сожалению, ещё отсутствует один консессионер. Мы сейчас попробуем позвонить ему на FaceTime. Это Саня Шлихенмайер, поскольку он улетел в Архангельск. Да. Встречать Новый год с семьёй. А сегодня, на секундочку, какое уже? 30-е число это видео выйдет. Звоним Сане на FaceTime. Саня трубочку, как всегда, не берёт. О! Чудо! Саня! Саня, значит, ты практически в прямом эфире. Пожелай что-нибудь нашим подписчикам. О, мои дорогие! Ваши дорогие! Всех с наступающим! С наступающим годом, братцы! Счастья, здоровья! И чтобы всё было в следующем году хорошо. Всем привет! Здравствуйте! Благодарю вас! Всего хорошего! Всего хорошего! Пока, Сань! А вы что скажете? А я скажу следующее. Год действительно был достаточно непростым. Но! Мы, чёрт побери, справились! Мы, чёрт побери, справились! Потому что, учитывая то, как он начинался, всё могло быть гораздо хуже. Но! Перестроились! Поумнели! Прокачали свой скилл! Узнали много нового! На секундочку! Я надеюсь, братцы, вы тоже! И, пожалуйста, никогда не теряйте огонь в глазах! Поскольку, когда огонь... За тобой прилетели! И когда в ваших глазах гаснет огонь, вы начинаете стареть. А когда вы начинаете стареть, ничего хорошего из этого не получается. Вы начинаете ворчать и превращаться в человека, который любит планету меланхолию. Вы никогда этого не допускайте! Никогда не сдавайтесь! Всегда идите к своей цели! И пусть у вас всё будет хо-рошо! А теперь за подарками! Уху! Самое интересное! Зелайте мне подарок в следующем году, пожалуйста! Пока! Выключите, блядь, все свои звонки! Истеричка! Приключения продолжаются! Субтитры подогнал «Симон»